В духовной жизни существует порядок, и мы понимаем, что начинаем видеть свои грехи только когда в нашей жизни появляется хоть капля благодатного нетварного света. Если этого света нет, нам кажется, что у нас все благополучно. Мы не видим грехов не потому что их нет, а потому что так темно, что мы не отличаем уже свет от тьмы, и только по мере нашего приближения к этому свету начинаем видеть в себе ту страшную тьму, которая присутствует в каждом из нас. Порядок духовной жизни заключается в том, чтобы прежде чем стремиться достигнуть благодати, мы научились противостоять всякому греху, чтобы мы старались изо всех сил стяжать те главные качества, о которых напоминает нам Церковь. И только после этого мы можем надеяться, что нам будет дано приобщиться духу, стоящему за красотой нашей внутренней жизни. Есть один известный рассказ в Добротолюбии о том, как один монах пришел к прославленному старцу, чтобы получить от него наставление. Уже вкусив благодать Христову, он стал говорить о том, какой у нас дивный Бог, какую красоту он нам открывает, и как радостно быть причастным к этой новой жизни. Он говорил очень долго, хорошо и глубоко, а старец молча слушал, не проронив ни одного слова, и монах в разочаровании ушел. «Как же так?» – думал он. «Я проделал такой длинный путь, надеялся научиться отстаться чему-то очень важному, а шел без всякого плода. Только потом он узнал, что этот великий церковный учитель молчал именно потому, что его гость сразу начал говорить о чем-то очень высоком. Когда же монаху посоветовали прежде беседы о благодати рассказать старцу о своих грехах, он снова пришел к нему и получил много существенно важных для него советов. Когда человек по благодати Божией начинает видеть свои грехи и кается в них, смиряясь не на словах, о всем своим существом, то он сподобляется в меру своего покаяния видеть свет Христов». Все преподобные и богоносные отцы и святитель Григорий Палама говорит нам, чтобы мы в искаении благодати, да, в этом заключается смысл христианской жизни, помнили, что нам недостаточно хоронить только личное благочестие. Они предупреждают нас, что человек, вступающий на путь Христов, должен очень хорошо понимать и видеть духовную картину жизни, которая его окружает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok